Лувр – один из самых знаменитых музеев мира, поражает великолепием и обилием экспонатов. Я посещал Лувр несколько раз. Запомнился зал, называемый Галереей Медичи. В истории Франции заметную роль сыграли две представительницы этой флорентийской династии. Это Екатерина Медичи, жена короля Франции Генриха II, и Мария Медичи, вторая жена короля Генриха IV. Зал в Лувре связан со второй, с Марией Медичи. Как королева Франции Мария Медичи жила в Лувре. После уютных флорентийских дворцов Лувр казался ей мрачным. Для нее в Париже построили новый дворец и назвали его в ее честь. Сейчас это дворец Люксембург. Для нового дворца Мария Медичи заказывает художнику Рубенсу цикл из 24 автобиографических полотен. Рубенс написал их за три года. С 1825 года они экспонируются в Лувре, в зале, который называют галереей Медичи. Портреты Марии Медичи и ее родителей. Коллекция картин начинается с трех портретов. Справа – отец Франческо Медичи с крестом святого Стефана. Слева – мать Марии Иоанна Австрийская, дочь императора Австро-Венгрии Фердинанда. В центре – портрет самой Марии Медичи. Она изображена в виде богини Юноны. Ее коронуют Амуры, в руках королевы – статуя Победы и королевский скипетр. Судьба Марии Медичи. Предполагается, что наши судьбы определяются еще до нашего рождения. На картине «Три богини судьбы» придут нити жизни еще нерожденной принцессы. Зевс и его жена Гера наблюдают. Отныне ребенок находится под их покровительством. Верхняя богиня Хлато придет нити. Средняя Лахесис отмеряет длину. Семь раз отмерь – явно не про нее. Нижняя богиня Антропос с опущенными ножницами готова оттяпать по мерке. Рождение Марии Медичи. Римская богиня о рождении Люцина передает ребенка Флоренции. Именно в этом городе 26 апреля 1573 года родилась Мария Медичи. На первом плане – бок река Орно. На этой реке стоит Флоренция. Образование или обучение Марии Медичи. Рано оставшись без родителей, Мария Медичи воспитывалась в семье своего дяди, великого герцога Тосканы Фердинанда I во дворце Питти. На картине Мария Медичи склонилась перед богиней мудрости Минервой. Бог красноречия Меркурий и античный поэт и певец Орфей помогают образованию Марии. Позади принцессы три грации, одна из которых коронует Марию. Что-то вроде золотой медали после десятого класса. На переднем плане изображены символы искусств, которыми увлекалась принцесса. Хорошо образованная, довольно привлекательная, богатая, с богатыми родственниками. Невеста хоть куда, правда, женихов подходящих долго не находилась. Король Франции Генрих IV к 1600 году уже 15 лет не жил со своей официальной женой. В 1600 году он оформляет официальный развод, влезая в огромные долги. А тут образованная невеста с хорошим преданным. Франция и Тоскана оформляют брачный договор, по которому разведенный король получает симпатичную, образованную невесту и еще 600 тысяч золотых экю. У нас есть выражение «без меня меня женили». Вот тут как раз в точку. Генриху IV привезли портрет Марии Медичи. Генрих, большой любитель женщин, посмотрев на портрет, принесенный Гиминеем, воскликнул. Ох и хороша чертовка! И согласился на свадьбу. В верхней части полотна изображена супружеская пара Юнона и Юпикер. Их присутствие символизирует предстоящую свадьбу с Марией. А дальше свадьба довольно странная по нынешним временам, но для тех времен обычная. Свадьба по доверенности. Она проходила в отсутствии жениха 5 октября 1600 года в Кафедральном соборе Флоренции. Руководил церемонией кардинал Пьетро Альдебрандини, племянник папы Климента VIII. Он в центре картины. Справа от кардинала дядя-невесты Фердинанд I, великий герцог Тосканы, играющий роль отсутствующего жениха Генриха IV. Он надевает на руку Марии обручальное кольцо. Фату Марии держит Гиминеем. Справа на картине изображены французские послы. Слева тетя и сестра невесты. Интересно, что в свое время среди гостей на церемонии присутствовал и сам художник, молодой Рубенс. После этой символической свадьбы невеста отправляется морем во Францию и прибывает в Марсель. Прибытие в Марсель. Корабль прибывает в Марсель 3 ноября 1600 года. Внизу полотна довольно выразительные и аппетитные нереиды. Морские нимфы. Слева от нереид – Посейдон с тритонами. Франция встречает свою королеву. Художник изобразил Францию в плаще, украшенном лилиями французской монархии. Мария сходит с корабля, богато украшенного гербами семьи Медичи. Над спускающейся на французскую землю королевой изображена Фама, богиня молвы и славы, летящая сообщить королю новость о прибытии его супруги. Своеобразное связующее звено, цикло, подготавливающее зрителя к следующей картине. Встреча в Лионе. Мария прибыла в Лион 3 декабря 1600 года. Думаете, что первой, кого она увидела на вокзале, был Генрих с охапками цветов? Как бы не так. Супруг приехал в Лион почти через неделю после молодой жены. Мне понравилась символика картины. Мария приехала в Лион, а на картине Мария с Генрихом витают в облаках. А Лион во французском город Лион женского рода. А Лион проезжает мимо в колеснице, запряженной львами. А пока город проезжал в колеснице, в нем 17 декабря 1600 года Мария и Генрих еще раз обвенчались, но уже по-настоящему. Художник изобразил героев картины в виде богов-супругов. Генрих IV – Юпикер. Мария Меричи – Юнона. За спинами молодых – Гиминей. Дескать, все будет в порядке. Рождение Людовика XIII. Будущий король Франции Людовик XIII родился 27 сентября 1601 года в Фонтенбло. В центре картины Мария Меричи опирается на бедро, защищающие ее Кибеллы, матери богов. Младенец дофин лежит на руках у духа здоровья. К нему склонилась богиня правосудия. Это намек на то, что дофин родился под знаком зодиака Весы. Весы – символ правосудия. Поэтому впоследствии Людовика XIII называли еще справедливый. Хотя он не справедливым, не добрым не был. Слева от Марии – богиня плодородия с рогом изобилия, в котором видны пять детских голов. Это намек на рождение в будущем еще пятерых детей. Три последующие картины отображают события 1610 года, которые произошли буквально за пару дней. В 1610 году Генрих IV собирает армию для участия вместе со своими протестантскими союзниками в войне. Король оставляет в Париве жену и детей. Мария убеждает его передать ей на время часть властных полномочий. Генрих передает правление королеве. На картине он символически отдает ей, украшенную королевскими цветами, державу. Рядом с королевой – щедрость и рассудительность. Молодой дофин стоит между королем и королевой. Во время отсутствия Генриха Мария будет управлять государством от его имени. Архитектура дворца, изображенного на картине, напоминает как дворец Медичи, нынче Люксембургский дворец, так и дом самого Рубенса в Ант-Эр-Пене. Коронация Марии Медичи – это картина, одна из немногих в цикле, которая не содержит никаких мифологических или аллегорических фигур. Это точное описание исторического случая из жизни королевы. Мария короновалась 13 мая 1600 года в аббатстве Сен-Дени, где церемонию проводил изображенный с короной в руках кардинал де Жуайес, помогавший ему кардиналы Пьер де Гульди и Франсуа де Сурди. Стоящий рядом с королевой молодой дофин изображен со спины. Генрих IV изображен в глубине, стоящем на балконе. Возможно, художник хотел подчеркнуть тем самым его скорую кончину. На картине изображены реально присутствующие на церемонии лица, и их списки были переданы Рубинцу на время работы над полотном. Единственное – отклонение от реализма в духе богатства и процветания, летящее над собранием. Рассеивая золотые монеты, они предвосхищают процветание Франции под руководством Марии Медичи. Смерть Генриха IV на следующий день после коронации Марии Генрих IV был убит Равальяком. Престол формально наследует восьмилетний Людовик XIII, но фактически власть в стране переходит в руки к его матери. На картине Генрих изображен возносящимся на небеса. Юпитер с Сатурном вырывают его у смерти. Змеи на земле. Лавровый ленок на голове Генриха говорит о дарованном ему бессмертии. Подобно мифологическому Гераклу он принят в число богов. На переднем плане две победы оплакывают Генриха. Справа на картине одетая в траур Мария. Теперь уже Франция и уже надолго передает Орегенше державу цветов французской монархии. Рядом с троном стоит богиня мудрости и рассудительности. У подножия трона изображена французская знать, умоляющая Марию Медичи взять на себя управление государством. Совет богов. Совет богов – одна из наименее понятых картин, которые составляют цикл. Она представляет королеву в думах и заботах о стране. Советует с богами, она преодолевает восстание и беспорядки в государстве. Однако разнообразие мифологических фигур сильно мешает точно понять эту тему. В центре Аполлон сражается с недостатками, разногласием, ненавистью, яростью и завистью. Также присутствуют боги Нептун, Плутон, Сатурн, Гермес, Флора, Венера, Марс, Зев, Диана и другие. Прямо-таки страна Советов. Королева склонилась перед Зевсом, а Аполлон прогоняет ее врагов. Слева на картине изображена божественная пара Юпитера с Юноной. Перед ними с поклоном пришедшая посоветоваться Мария Медичи. Среди богов изображена после брака Франции с Испанией Европа. Это очень важный для политики Марии Медичи брак. Символизируется двумя парами голубей, сидящих на глубусе. Боги Олимпа, в первую очередь богиня мира со связками стрел и богиня согласия с Жезлом, поддерживают проект брака. На переднем плане Аполлон с Венервой изгоняют пороки. При этом Венера удерживает Марса, спешащего на помощь богини мести. Все в этой картине говорит о миролюбивой политике королевы, собирающейся поддержать мир в Европе, взятие Юлиха. Несмотря на подчеркнутое миролюбие Марии Медичи в предыдущей картине, следующее все-таки связано с войной. Смерть Генриха IV не помешала французским войскам прийти в Германию, чтобы вместе с нидерландскими войсками взять герцогство Юлих и вернуть его протестантам. Мария Медичи изображена с маршальским Жезлом, символом верховной военной власти в руках. И в шикарном военном головном уборе. Представляю, если бы она действительно появилась в нем на поле боя, немцы бы просто убежали от страха. На фоне панорамы с дачи Юлиха справа на картине видна Фама, греческая богиня Малвы, которая разносит по свету славу о великой победе Франции. Рядом с королевой идет щедрость. Лев у ног королевы символизирует храбрость и милосердие. Счастье регенства. Картина должна была символизировать события с мая 1610 года по октябрь 1614 года. Это время официального регенства Марии Медичи, хотя оно продолжалось вплоть до 1617 года. Художнику пришлось изрядно наплять фантазию, так как счастливым это время вряд ли можно было назвать. Войны с соседями, острые межконфессиональные распри, недовольство высшей аристократии, заговоры и восстание плинцев в кроме, постоянные ссоры с сыном. Не заскучаешь. А на картине Рубинс изображает Марию как олицетворение разумного и справедливого монарха. Слева от королевы Франция. Сатурн провозглашает наступление в стране Золотого века. Внизу изображены амуры, олицетворение разных видов искусств, торжествующая над своими вечными врагами, невежеством, злословием и завистью. Обмен принцессами. Несомненной политической удачей Марии Медичи следует считать двойную свадьбу между королевскими домами Франции и Испании. 18 октября 1615 года в Бургасе Анна Австрийская, дочь испанского короля Филиппа III, выходит замуж за сына Генриха IV и Марии Медичи, короля Франции, Людовика XIII. В тот же день в Бордо сестра Людовика XIII, принцесса Изабелла Бургонская, выходит замуж за наследника испанского престола, будущего короля Испании, Филиппа IV. Сцена обмена принцессами, изображенная на картине, в действительности произошла 9 ноября 1615 года на острове Фазанов. Это франко-испанский остров на реке Бидосуа. Слева Испания, передающая Франции Анну Австрийскую. Рядом с Испанией, Изабелла, чей взгляд еще направлен в сторону покидаемой ею Франции. Внизу – бог реки Бидосуа, на французском языке мужского рода, и наяды, напоминающие место и обстоятельства обмена принцессами. Совершеннолетие Людовика XIII Предполагалось, что эта картина должна была находиться перед картиной «Обмен принцесс». Как того требует хронология реальных событий. Но Рубинс меняет порядок картин. Почти весь объем картины занят сравнительно легко одетыми женщинами. Это четыре добродетели – сила, вера, справедливость и согласие. Лишь в левом верхнем углу инфантильный Людовик XIII, достигнувший совершеннолетия, то есть исполнилось тогда ему 13 лет. Мария Медичи передает ему символ власти. Упитанная женщина в центре – это Франция. В руках ее держава и огненный меч. Подчеркивается превосходство добродетелей над непостоянством удачи ветра. Умеренность спускает паруса. А в действительности Людовик XIII силой взял власть, сослав мать в 1617 году в Блуа. Бегство из замка Блуа Пребывание в ссылке в Блуа за два года изрядно надоело Марии Медичи. И в феврале 1619 она совершает побег, спустившись по связанным простыням из окна у неохраняемой крутой стене замка. Мария бежит в Ангулем. Минерва ведет Марию к французской знаке, которая ждет ее в Ангулеме. Наверху картины изображены ночь и заря, обозначающие время побега. Договор в Ангулеме. Неизвестно, как бы дальше развивалась история с побегом, но в 1621 году умирает главный враг Марии Медичи и сеятель раздора между ней и Людовиком XIII. Это герцог де Люин. Вражда идет на убыль. Людовик шлет в Ангулем послание матери с предложением перемирия. Перемирие принимается. На картине королева изображена сидящий на троне, встречающий посланца своего сына Меркурия с оливковой ветвью, символом мира. Рядом с Марией осторожность. На картине также присутствуют два кардинала. Возле Меркурия призывающий принять предложение мира Франсуа де Ларош-Фуко. Возле трона скептически настроенный кардинал Луи де Лавалле. Точная идентификация персонажа, однако, до сих пор неизвестна. Анжуйский мир. Получив послание сына в Ангулеме, Мария на время примирилась с ним. Но жажда власти снова стала причиной ссор матери и сына. Меркурий, жезлом мира в руке и невинность ведут Марию Медичи в храм мира. За их спиной богиня мира в белых одеждах сжигает оружие, одновременно отвергая воинствующие пороки, обмал, зависть и слепую ярость. Примирение с сыном. На картине Мария изображена с жезлом мира в руках. Людовик трогательно обнимает ее за плечи. Все свидетельствует о долгом и надежном мире. Герцог Бельвин, единственный виновник раздора, матери с сыном изображен в виде ужасной гидры, которую храбрость загоняет молниями в ад. Слева на картине изображена любовь, справа Франции. И последняя картина «Триумф правды». Рубинс задумывал эту картину одновременно с судьбой Марии Медичи. Композиционно последнее полотно перекликается с первым. На переднем плане Кронос вытягивает на свет персонафикацию истины, Алфею. Истиной, по версии художника, является абсолютное примирение Марии Медичи с сыном. Они изображены в верхней части картины, держащими лавровый венок с пылающим от любви сердцем. Рубинс завершил этот цикл полотен в 1625 году, когда основные неприятности у Марии Медичи были еще впереди. Из-за ссоры с герцогом Ришелье она в 1631 году лежит в Брюссель и живет в изгнании до своей смерти. Умерла она в Кёльне в 1642 году. Понятно, что эти неприятности в цикл картин не вошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова